Окей. Так, ну давайте продолжать потихоньку. Значит, первая часть сегодняшней истории – это линейные и нелинейные особые точки на плоскости. Значит, пересматривал свою лекцию и понял, что лучше не поворачивать планшет горизонтально, потому что тогда полезное пространство уменьшается. Попробую писать. Точнее, лучше не поворачивать вертикально. Попробую писать горизонтально. Значит, смотрите. Я напомню, что мы обсуждали про линейные особые точки на плоскости. Значит, у нас была такая классификация линейных особых точек на плоскости. Значит, особые точки бывают четырех основных типов. Это узлы. Извините, а вы пишете что-то на пункте? А, не видно, что я пишу, да? Просто вроде бы, да. Ну, у меня, во всяком случае, ничего не меняется. Сейчас посмотрю. А, вот теперь видно. Ага, понял. Окей. Значит, бывают особые точки типа узел. Значит, узлы бывают немножко разными. Они бывают такими, бывают вот такими. Значит, опять же, здесь стрелочки могут быть направлены так, могут быть направлены эдак. Значит, и бывают вот такими. Значит, это декретический узел, это вырожденный узел, и это просто узел как таковой. Дальше. Значит, узел, это когда лямбда 1, лямбда 2, одного знака и оба вещественные. Дальше. Бывают седла. Седла выглядят вот так. Значит, седло. Это соответствует случаю, когда лямбда 1, лямбда 2 меньше нуля разного знака. Тоже вещественные. И, наконец, бывают два типа особых точек с комплексными собственными значениями. Это фокусы. Значит, это называется фокус. Лямбда 1 равняется лямбда 2 сопряженно-комплексные. И вещественная часть лямбда 1 не равняется нулю. И, наконец, последний тип – это центр. Значит, вот такие замкнутые фазовые кривые – это когда вещественная часть лямбда 1 равняется нулю, а мнимая часть не равняется нулю. Значит, вот четыре главных типа особых точек линейных систем на плоскости невырежденных. Значит, знакомы ли вам все эти картинки? Есть ли какие-то вопросы по этой классификации? Значит, то, что мы обсуждали на двух последних занятиях. Сейчас, можете напомнить, когда декритический узел бывает? Декритический узел – это когда у вас матрица диагонализируемая. Это типа x с точкой равняется лямбда x, y с точкой равняется лямбда y. По всем направлениям одинаковым образом у вас. Динамика x и y одинаковая. Это будут какие-то экспоненты с одними и тем же плюсами. E в степени лямбда t, E в степени лямбда t с какими-то константами. Поэтому это соответствует движению получу. Так, еще вопросы? Значит, естественно, во всех этих картинках можно обращать стрелочки. Стрелочки могут быть направлены в эту сторону, а могут быть направлены все в противоположную сторону. Соответственно, дальше добавляют еще некоторых развилок классификации. Например, узлы и фокусы бывают устойчивыми, бывают неустойчивыми. Но в целом качественно вот такая вот ситуация. Теперь, значит, это все касалось линейных особых точек. Теперь, на практике ничего линейного более-менее не бывает. Линейное — это такое первое приближение к чему-то более сложным. Поэтому, на самом деле, чаще всего нас интересуют не линейные особые точки, а интересуют нелинейные особые точки. Но мы хотим, чтобы их изучать, мы хотим использовать наши знания про линейные особые точки. Давайте посмотрим, что бывает, как можно думать про нелинейные особые точки. Значит, ну, давайте считать, что у меня есть какая-то система тоже на плоскости. Хотя, в принципе, то, что я сейчас говорю, можно адаптировать для любой размерности. Значит, ну, давайте считать, что у меня какая-то нелинейная система. x-точка равняется f от x, y, y с точкой равняется g от x, y. И пусть какая-то точка x со звездочкой, y со звездочкой является особой точкой. Иными словами, f от x со звездочкой, y со звездочкой равняется нулю. Что мы тогда можем сделать? Ну, давайте, для того, чтобы было чуть проще жить, давайте сразу сделаем такую замену координат, которая отправит нашу точку x со звездочкой, y со звездочкой в точку 0,0. Значит, сделаем замену координат. В смысле, на вектор сдвинем просто? Да. Давайте я скажу, какую замену. Значит, вот пусть у нас есть x новые координаты. Это есть просто x минус x со звездочкой. y новая координата. Это есть y минус y со звездочкой. Как нетрудно видеть, производные от x new и y new будут такими же, как производные x, x, y, просто потому что это добавление какой-то константы. Поэтому в левой части ничего не поменяется, а в правой части просто функции f и g будут подставляться, другие чиселки, и это приведет к тому, что точка, которая здесь является особой точкой, x со звездочкой, y со звездочкой, в новых координатах имеет координаты просто 0,0. Иными словами, мы просто взяли и сдвинули систему координат так, чтобы начало системы координат оказалось в этой самой особой точке. Значит, давайте теперь посмотрим, чь из этого получится. Значит, теперь... Это первое действие. Я не буду писать вот этих самых new каждый раз. Давайте считать, что вот у меня x, y — это уже новая система координат. Барда. x, y — это новая система координат. Ну, иными словами, без ограничения общности мы просто можем считать, что наша особая точка находилась в точке 0,0. Давайте теперь разложим функции f и g. В ряд Тейлора вблизи 0. Собственно говоря, можно так сказать. Можно сказать, что у нас есть отображение. Давайте я как-нибудь это запишу в виде одной формулы и, может быть, чуть более универсальной. Пусть у меня есть точка z. z — это сейчас не комплексное число, а это просто пара x, y. И у меня есть f большое от z, в которой есть f от x, y, g от x, y. Значит, и f в точке 0 — это есть 0,0. Значит, z элемент r квадрат. Давайте теперь рассмотрим наше уравнение. Оно превращается в z с точкой равняется f от z. и разложим f в ряд Тейлора. Ну, в ряд Тейлора здесь может быть громко сказано, а можно сказать, просто воспользуемся определением производной. Ну, давайте я уж напишу в ряд Тейлора в точке 0. А можно вопрос, коротенький? Давайте. Мы предположили, что у нас особая точка только одна в системе, или мы можем показать, что она только одна у нас всегда в системе из двух? Значит, нет, мы не предполагаем, что она одна, мы предполагаем, что это какая-то особая точка. Ну, и давайте считать, что, значит, ничего пока больше не предполагаем. Просто есть какая-то особая точка, мы эту особую точку рассматриваем. Значит, может быть, еще какие-то особые точки, но они нам сейчас не очень интересны. Ну, на самом деле, идея такая, что вот у нас могут быть, у нас теоретически могут быть несколько особых точек, но мы возьмем одну из них, вот, допустим, одна особая точка, есть другая особая точка. Значит, здесь вот как-то векторное поле как-то устроено. Но мы возьмем одну особую точку и будем исследовать нашу систему в окрестности этой особой точки. Значит, другие особые точки не попадут в эту окрестность. Значит, разложим F в ряд Телора в точке 0. Что получается? F от Z, это и есть что такое? Это и есть F от 0, плюс DF по DZ в точке 0 умножить на Z плюс, ну, давайте я просто досюда пораскладываю. Да, F от Z, это две частные производные? Ну, да, это просто полная производная, ну, как бы, F, это у нас отображение из R квадрат в R квадрат. Значит, у отображения из R квадрат в R квадрат есть полная производная. Ну, вот я сейчас эту полнопроизводную обозначаю как DF по DZ вот так вот. Типа декубян. Декубян там. Значит, здесь вот такая штука. Значит, давайте я напишу, что DF по DZ это линейный оператор. Ну, как? Что такое производная? Производная это в точности такой линейный оператор, который можно вот сюда вот написать и так, чтобы вот это равенство было бы верным. По определению того, что такое производная функция из R квадрат в R квадрат. Что такое производная? Это, как это называется? Главная линейная часть, что-то в этом роде. Короче говоря, это такое линейное отображение, это такое линейное отображение, для которого вот такое утверждение верно. Знаком вам такой подход к определению производного отображения из R квадрат в R квадрат? Ну да. Это как одномерный случай только. Ну да. Ну, совершенно верно. Как бы абсолютно логичная ситуация. Ну, просто в одномерном случае у нас как бы линейное отображение из R в R отождествляется с числами, поэтому производное это число. Но в многомерном случае они уже не отождествляются с числами, это уже все-таки какой-то линейный оператор. Ну, линейный оператор после введения байса можно отождествить с матрицей. Поэтому можно сказать, что df по dz, это на самом деле, значит, в координатах это матрица, которая как раз называется матрица Jacobi. То есть это матрица df по dx, df по dy, dg по dx, dg по dy. Вот такая матрица. Теорема о том, что если отображение дифференцируемое, мы будем считать, что наше отображение дифференцируемое, давайте считать, что оно гладкое. Тогда, если есть какой-то линейный оператор, который вот этому равенству удовлетворяет, то тогда у этого линейного оператора матрица обязательно такая. Вот. Окей. Дальше. Мы сказали, что мы перешли в новую систему координат. Теперь у нас теперь 0,0 особая точка. Это означает, что вот эта штука равняется нулю. Что это 0? Таким образом, получается такая штука. Давайте я вот эту вот вещь теперь обозначу тоже какой-нибудь буковкой. Давайте эту вещь обозначу буковкой А. То есть получается такое уравнение. z с точкой равняется az плюс o маленькая от нормы z в квадрате. То есть, смотри, что получилось. Получилось, что вблизи нашей особой точки наша система нелинейная, ее правая часть, она устроена так. Какая-то линейная штука плюс какой-то маленький добавочек. Причем, этот добавочек становится тем меньше, чем ближе мы к началу координат к особой точке. Он убывает как норма z в квадрате. То есть, его можно сделать сколь угодно малым по сравнению с этой линейной частью. По крайней мере, если линейная часть не нулевая, не вырожденная. Давайте будем считать, будем рассматривать сейчас только случаи, когда они вырождены. иными словами, можно считать, что наша нелинейная система устроена так. У нас была линейная система, а мы добавили к ней какие-то нелинейные слагаемые и таким образом ее немножко пошевелили. Но при этом, чем как бы, если мы рассматриваем окрестность особой точки, чем сильнее мы будем эту окрестность увеличивать, тем слабее будет эффект от вот этих самых квадратичных слагаемых. Вопрос. Как изменятся фазовые портреты? То есть, если я буду рассматривать вот эти фазовые портреты и к каждому из них добавлю маленькое квадратичное слагаемое, какие из них в некотором смысле выживут, а какие частным образом изменятся? Но давайте сначала посмотрим на вашу интуицию. Как вы считаете, какие... Не совсем понятно, что я спрашиваю, потому что я не сказал никакого аккуратного определения того, что значит существенным образом изменит или что значит выжив. Но можно подумать над каким-то естественным способом это определять. У этих особых точек есть какие-то качественные характеристики. Например, у центра все траектории замкнутые. Или, например, фокус представляет собой наматывающиеся спирали, которые делают бесконечное количество оборотов вокруг особой точки. Или, например, все траектории узлов стремятся к особой точке вдоль какого-то направления. Они не крутятся вокруг особой точки, а именно стремятся вдоль какого-то направления. Вот вопрос. У каких особых точек вот эти качественные характеристики выживут, когда мы будем добавлять нелинейные слагаемые, а у каких не выживут? Давайте вопрос на вашу интуицию. Как вам кажется? По идее, центру должно плохо стать немножко из-за квадратичных слагаемых. Да, это правда. На самом деле утверждение такое, неформальное утверждение гласит следующее, что из всех этих картинок единственная картинка, с которой реально происходит что-то сильно плохое, это центры. Дело в том, что центры, как бы вот условия центров, оно очень жесткое. Это условие, что вы движетесь вдоль траектории, и вы должны попасть ровно в ту точку, откуда вышли. И при этом это условие должно выполняться не для какой-то одной траектории, это было бы полбеды, а это условие должно выполняться для всех траекторий. Для бесконечно множества траекторий. Как правило, вот такого типа условия легко нарушить. А для вот этих особых точек, всех остальных, никаких таких сильно жестких условий, которые бы не сохранялись при малых возмущениях, нет. Значит, давайте я сейчас немножко неформально это напишу. Значит, для каких-то отдельных особых точек я это сформулирую более четко. Значит, неформально. Если А соответствует седлу, фокусу или узлу, фазовый портрет нелинейной системы вот этой системы 1 похож на фазовый портрет системы 2, которая устроена так, Z-точка равняется AZ. Значит, вот это новое уравнение, которое получено из старого отбрасывания старших слагаемых, называется, значит, эта штука называется линеаризацией система 1 в особой точке 0.0. Значит, давайте я напишу на эту тему более формальное утверждение, важное. Значит, некоторая формализация этого утверждения. Значит, для седел. Это называется теорема Андронова-Хопфа. И она гласит следующее, что для нелинейного седла давайте так. Значит, у нелинейного седла есть два инвариантных, две инвариантных кривые. Ну, ладно, давайте я буду говорить не про инвариантные кривые, а про траектории. Есть четыре траектории. стремящиеся к особой точке в прямом или обратном времени. Они обязаны как-то перпендикулярно быть устроены? Обязаны, значит, но не перпендикулярно, они обязаны касаться касающейся соответствующих собственных направлений. Можно еще раз есть четыре чего? Сейчас я картинку нарисую, будет понятнее. И не просто прочитать. Значит, есть четыре траектории, стремящиеся к особой точке в прямом или обратном времени, и касающиеся соответствующих собственных направлений матрицы А. Ну, то есть, что это означает? Вот смотрите, значит, пусть у меня есть какая-то нелинейная система. Ее линеаризация это линейная система. Допустим, что линеаризация седло. Это означает, что у линеаризации есть, значит, вот такие вот сепаратрисы, такие, такие, допустим, вот какие-нибудь такие, значит, которые идут вдоль собственных направлений матрицы А. То есть, вообще, картинка выглядит как-то вот так. Значит, это линейная. теперь, если я буду рисовать нелинейно, допустим, поверх этой линейной, она будет выглядеть таким образом. Ну, особая точка, где была, там и есть. Теперь, вот эти кривые, которые здесь являются прямыми, значит, траектории, которые стремятся в прямом или обратном времени к особой точке. их у нас всего четыре штуки, кроме самой особой точки, естественно, значит, все остальные проходят мимо, и для линейного седла это были прямые линии, ну, лучи прямых, а для нелинейного седла это будут какие-то кривые, значит, какие-то вот такие вот кривые. Но они обязаны точно так же, как и, значит, они обязаны касаться соответствующих линейных, соответствующих собственных направлений. То есть, вот, по тем направлениям, по которым стремятся наши сепаратрисы линейного уравнения, по тем же направлениям стремятся и сепаратрисы нелинейного уравнения. Да, эти самые траектории называются сепаратрисами. Значит, вот так вот и вот так вот. Как-нибудь вот так. Значит, опять же, точно так же, естественно, есть две входящие сепаратрисы, есть две исходящие сепаратрисы. Ну, и между ними траектории тоже как-то вот так вот проходят. Это уже чуть менее интересно, но вот как-то они тоже Илья, можно вопрос? Да. А я правильно понимаю, что сепаратрисы у нас определяются собственными векторами матрицы А? Значит, для линейной системы они в точности лежат на соответствующих собственных направлениях, да, то есть они просто именно так определяются собственными векторами. А для нелинейных это какие-то кривые, которые касаются соответствующих собственных направлений. Вот красная у меня сейчас это фазовый портрет нелинейной системы. Вот, то есть опять же, если мы думаем про то, как устроена динамика качественно, для нелинейного седла она устроена так же, как для линейного. Ну, под качественно я подразумеваю, что вот существует четыре такие траектории специфические, которые называются сепаратрисы. Значит, четыре траектории, давайте я скажу, что они называются сепаратрисы. Вот, это теорема Дронова-Хопфа, я не буду ее доказывать, ее доказательство не то, чтобы сильно сложно, но требует некоторой дополнительной техники. Понятна ли формулировка? Да, все понятно. Да, понятно. Понятно вроде. Хорошо, едем дальше. Значит, для узлов, значит, для узлов сохраняется утверждение, что все траектории стремятся к особой точке при t стремящемся к плюс бесконечности или t стремящемся к минус бесконечности вдоль каких-то направлений. Вдоль каких-то направлений. при этом опять же эти самые направления тоже задаются собственными векторами матрица A. То есть, если у нас у нелинейного узла что-то там касалось, значит, какие траектории касались какого-нибудь направления, например, вот такая была картинка, скажем, то и для нелинейного узла будет все примерно то же самое. Будет какие-то вот такие траектории, тоже они будут касаться вот такого направления. Могут быть диакритические узлы, то есть в линейных системах обычный узел, это когда почти все кривые касаются одного направления, условно говоря, преподикулярно врезаются в этот узел, а все остальные касаются горизонтально. Диакритически это когда все прямые. диакритически это когда вот так вот все эти самые траектории касаются одной и той же прямой. А это не вырожденный? Ой, простите, да, это вырожденный, да, это я уж сам путаюсь. Значит, вырожденный остается примерно таким, каким был тоже, тоже происходит касание с прямой. Значит, для этого самого, для вот такого вот, для вырожденного узла тоже происходит примерно такая штука, что, значит, возникают вот такие вот тоже разные траектории, которые касаются, они теперь, опять же, не обязаны быть прямыми, но они все равно входят в особую точку, стремятся к особой точке тоже под разными направлениями. Какая-то вот такая картинка. вот, ну и с вырожденными тоже. А чем это отличается тогда от обычного узла? Обычный, в смысле, от вот такого узла. Ага. Значит, здесь есть специальное направление, вот такое вот, которое не совпадает с вот этим направлением, и все равно у нас есть траектории, которые вдоль него стремятся в особую точку. здесь у каждого, у каждой траектории свое направление, а здесь у всех траекторий одно и то же направление. Спасибо. Вот, значит, такие свойства сохраняются. И, наконец, для фокусов тоже все сохраняется, но там значит, сохраняется утверждение, что сохраняется утверждение о том, что фазовые кривые стремятся к особой точке при стремящемся к плюс-лиминус бесконечности. совершая бесконечное число оборотов. в общем, как оно было для линейной системы, так оно и остается. все эти теоремы я не буду доказывать, потому что они требуют достаточно существенной техники, которая выходит за рамки нашего курса. Мы будем ими пользоваться в следующем контексте. Если вам дали какую-то нелинейную систему и просят построить, допустим, эскиз фазового портрета вблизи особой точки, то вы линеризуете эту систему, смотрите, правда ли, что линеризация соответствует одному из этих типов, которые выживают, и после этого рисуете портрет линейной системы и говорите, они линейны будут похожи. Значит, для качественной оценки этого вполне достаточно. Это не то, чтобы позволяло бы нам хорошо рисовать любые фазовые портреты, потому что представьте себе, что у вас есть несколько особых точек у какой-то нелинейной системы, и вы можете, даже если все особые точки оказались вот такими хорошими, с хорошей линеризацией, это означает, что вы можете представить себе, как выглядит фазовый портрет в окрестности каждой из особых точек, какой-то маленькой окрестности, но как они дальше склеиваются друг с другом, это уже результат дополнительного анализа, это нужно как-то еще изучать, и не всегда на этот вопрос можно легко дать ответ. Здесь совсем нет никакого универсального решения, как правило, это какая-то исследовательская задача, понять, как устроен фазовый портрет, написать обо какую-либо систему, как устроен фазовый портрет этой системы, это, значит, задачка, если эта система для чего-то важна, то, решив такую задачку, вы можете стать ее опубликовать. Но, по крайней мере, локальная динамика более-менее понятна. Значит, и это я рассказал про те случаи, когда понятно, что происходит, есть единственный случай, это центры, про которые непонятно, что происходит при возмущении нелинейными слагаемыми, представьте себе, что у нас был центр, что с ним может произойти, если мы добавим какие-то нелинейные слагаемые. Как вы думаете? Траектории могут перестать быть замкнутыми. Так, а что будет происходить? Ну, она может либо в скручивающуюся спираль, либо в раскручивающуюся много чего может произойти. Ну, да, на самом деле оказывается, что глобально может произойти вот примерно эти два варианта. Либо он превращается в закручивающуюся спираль, либо в скручивающуюся. если мы рассматриваем какой-то конкретный фазовый портрет и смотрим на него в достаточно маленькой окрестности нуля. Но на самом деле могут происходить другие эффекты, мы про них еще потом поговорим, типа рождение поддельных циклов. он действительно может произойти, значит, у нас центр может превратиться в штуку, которая называется слабый фокус. слабый, потому что он будет сходиться к нулю, вот обычный фокус сходится к нулю экспоненциально, а слабый фокус будет сходиться гораздо медленнее. Я для конспекта вот этой лекции я попробовал нарисовать этот самый слабый фокус и у меня фактически ничего не получилось, потому что ну там вы потом сможете в конспекте посмотреть, или я могу прямо сейчас наверное открыть его. Сейчас давайте посмотрим. значит вот моя попытка нарисовать слабый фокус. Как видите, здесь вблизи начала координат ничего толком и не разглядеть, потому что фазовые кривые становятся уж очень плотные, и тут вообще не вполне понятно, правда ли, что они когда-нибудь начало координат достигают, но на самом деле правда, просто сходится очень медленно. Но тем не менее эта штука, которая похожа по своим качественным характеристикам похожа на фокус. Вот. Значит, вот такая история. Вот, я уже 40 минут болтаю. Хорошо? Есть ли вопросы на эту тему? А можно ли как-нибудь аналитически показать, почему так происходит? Так, это какой из фактов вас интересует? Ну, вот последнее. Почему фокус такой? Почему центр начинает колбасить, грубо говоря? Почему центр начинает колбасить? Ну, тут можно на самом деле конкретный пример привести. Собственно говоря, он приведен в конспекте, может быть, это хорошая задачка. Значит, можно привести пример центра, который вы возмущаете нелинейными слагаемыми, и он становится не центром. Идея примерно такая, что в полярных координатах центр имеет такую запись. Значит, у вас будет какой-нибудь фи с точкой равняется, скажем, единица, а r с точкой будет равняться нулю. Это будет соответствовать тому, что вы просто крутитесь просто вот так. а дальше можно возмутить вот это уравнение r с точкой равное нулю, превратив его в уравнение типа r с точкой равняется минус r квадрат. А, то есть важно, что там как раз квадрат. Да. Это тоже второй порядок. Да, да, да. Если бы у вас здесь было бы не r с точкой равняется нулю, а r с точкой равняется r, допустим, или минус r, то какие квадраты ни добавляй, ничего вы не убьете в эту особую точку. Линейная слагаемость будет сильнее, чем квадратичная. Но за счет того, что у невырожденного центра в полярных карнатах вот здесь получается как бы такое вырождение, значит, у нас возможны изменения топологии фазового портрета с какими-нибудь очень маленькими слагаемыми. Здесь можно было бы что-то поставить. Можно было бы поставить не r квадрата, а r в десятой степени. И все равно у вас начиналось бы движение в сторону начала кардинала. вот такая штука. Ну что, едем дальше. Вторая часть сегодняшней лекции должна быть посвящена по плану нелинейной особой точке, простите, не линейным, а линейной особой точке, но в размерности больше двух. Значит, линейные особые точки в многомерных пространствах. пусть у меня есть, сейчас у меня пусть x, это есть x1 и так далее, xn, элемент rn, x от t. И у меня есть уравнение x точка, равняется ax, а постоянное линейное отображение из rn в rn. Значит, я бы хотел бы в идеале решить это уравнение вообще в общем виде. Какие есть варианты? Что можно, значит, какие есть, какой есть простой случай, когда мы это уравнение можем легко решить? a-диагональная? Да, a-диагональная или a-диагонализируемая, потому что если сама по себе не диагональная, но у нее есть диагонализирующий базис, мы перейдем в этот диагонализирующий базис, там она станет диагональной и дальше все решится. Значит, если так вдруг оказалось, что a диагональная или диагонализируемая, то все хорошо. значит, система 3 имеет простое решение. Ну, значит, имеет, давайте я напишу простое решение. Ну, понятно, как это решение найти. Нужно перейти в диагонализирующий базис. В диагонализирующем базисе матрица a становится просто диагональной, наше уравнение превращается в уравнение вида в диагонализирующем базисе. Это будет уравнение такого вида. Давайте я напишу x1 с волной с точкой равняется λ1 x1 x2 с волной с точкой. Здесь тоже волны поставлю. λ2 x2 с волной и так далее. xn с волной с точкой равняется λn xn с волной. Ну, и такую систему решать легко. Каждое уравнение решается по отдельности, и потом из них всех собирается решение. И, там, заменой координат переходим к исходному бариусе в этом решении исходной системы. Что делать, если матрица А не диагонализирована? Можно умножить на транспланированную грузь. Ну, непонятно. Вы получите какое-то другое решение, какую-то другую систему. Да, Артем правильно говорит про Жорданову нормальную форму. Давайте я, значит, прежде чем мы перейдем к Жорданову форме, давайте я напишу общее решение такого вот уравнения, уравнение 3, вообще безотносительно того, как устроена матрица А. Ну, окей, всегда. Вне зависимости от того, как матрица А устроена, всегда верно такое утверждение. Решением системы 3 является такая штука. Написано, что решение в точке Т это Е в степени АТ, где А это оператор или матрица, умножить на вектор начальных условий x0. Давайте я 0 напишу в другом месте, чтобы было понятно, что это вектор, а не нулевая компонента вектор. Ну, по крайней мере, вот так очень хочется написать. Ну, потому что, если бы А была бы не матрица, а числом, то это было бы верно. Значит, наверное, хочется сказать, что и для матрицы это тоже будет верно. Будет? Можно для комплексных проверить, мы для них знаем. Для комплексных, в смысле, для кого для комплексных? Ну, если размерность 2. А, если размерность 2, значит, некоторые матрицы отождествляются с комплексными числами, но, вообще говоря, не все. И, действительно, да, там можно что-то такое сделать. А я сейчас делаю то же самое для произвольной размерности. Ну, для того, чтобы такую штуку написать, и придать ей смысл, мне нужно написать, что такое экспонент от матрицы. Знаете, что такое экспонент от матрицы? Нет. На Динопте вроде было, но все не помнят уже. Ну, давайте смотреть. Значит, что такое, хорошо, другой вопрос, что такое экспонент? Там есть какая-то экспонент E в степени Z, это что такое? А Z какое? Вещественное, комплексное? Да, какая разница? Ну, комплексные экспоненты же по-другому определяются. Да, они все одинаково определяются. Они все определяются вот таким образом. Это универсальное определение экспонента. Работает всегда. Для вещественных и для комплексных чисел определение одно и то же. Другое дело, что есть там всякие формулы Маура, формулы Эйлера, которые позволяют переписывать комплексные экспоненты через синусы, косинусы, но определение экспонента везде одинаковое. Оно вот такое. А ведь еще вроде бы способ задания экспоненты через второй замечательный предел. Ну, окей, можно сказать, что это предел при там n, стремящемся к бесконечности 1 плюс z делить на n в степени n. На самом деле, можно доказать, что вот эти два выражения одинаковые. Собственно говоря, в курсе матанализа 1 было такое упражнение, когда нужно было это доказать, что вот это выражение на самом деле то же самое, что вот это выражение по крайней мере. Для чисел это так. Вот. Но я буду пользоваться вот этим определением экспонента. Они эквивалентны. потому что мне сейчас не будет проще работать. Заметим, что я могу чудесным образом вот в это выражение подставить необязательно числа, я могу поставить в него матрицу. Значит, а именно, пусть у меня B это какая-то матрица. Тогда E в степени B это есть что такое. Ну, единственная проблема, которая здесь возникает, ну, смотрите, что нужно, что нужно, чтобы сюда подставить, вместо Z подставить матрицу. Нужно уметь матрицу возводить в степень. Мы умеем возводить матрицу в степени. Нужно уметь матрицу делить на число. Мы умеем делить матрицу на числа. Нужно уметь складывать матрицы между собой. Мы умеем складывать матрицы. Поэтому, в общем-то, более-менее ничего не мешает нам подставить сюда матрицу за одним исключением. Когда у нас здесь нулевая степень, здесь возникает просто константа, И всем понятно, как константу складывать с матрицами. Но на самом деле нужно просто иметь в виду, что если я любую матрицу возведу в нулевую степень, то получится единичная матрица. Поэтому с этим соглашением, что b в нулевой степени равняется e, это определение работает просто буквально, как есть. Получается вот такая штука. Илья, а мы определяли же бесконечную сумму ряда как предел частичных сумм. И непонятно теперь, что это за предел? Каких частичных сумм? А с частичной суммой это матрицы какие-то? Правильно, частичные суммы это какие-то матрицы. Ну окей, по-хорошему, конечно, нам нужно ввести то, что называется топологией на множестве матриц. Нам нужно объяснить, что такое предел последовательности матриц. Но никаких проблем здесь нет. Давайте просто скажем, что давайте будем смотреть на эти матрицы по элементам. У нас есть, у каждого элемента есть предел. Точнее, у последовательности элементов есть предел. Значит, и у всей матрицы есть предел. О том, что этот предел существует, какой я сейчас написал, вообще говоря, я пока этого не доказал. Сейчас докажу. Ну так, по крайней мере, набросаю доказательства. Но что эта сумма из себя представляет? Ну, как бы, что вас смущает? Ну, если мы смирились с тем, что бывают бесконечные суммы из чисел, ну вот давайте возьмем любую конечную сумму для вот такой бесконечной суммы. Это будет какая-то матрица, в которой будут написаны какие-то суммы в каждый из компонентов. Ну, соответственно, когда мы перейдем к бесконечной сумме, в бесконечной сумме у нас будет такая матрица, в которой в качестве компонента будут написаны какие-то бесконечные ряды. Ну и нормально. Вопрос, почему этот ряд сходится? Вот это, на самом деле, хороший вопрос. И всегда ли он сходится? Ответ — да, всегда. Давайте я попробую набросать доказательства этого факта. Значит, набросок доказательств. Для того, чтобы доказать, что этот ряд сходится, нам действительно хорошо было бы определить некоторое… Ну, как бы, для того, чтобы определить, что такое сходимость, нам нужно определить, ну, как бы, эпсилон-окрестность какой-то точки. Вот, в случае с анализом функции одной перемены эпсилон-окрестность — это просто вот интервальчик. А в данном случае нам нужно как-то определить окрестность матрицы. Окрестность матрицы можно определить так. Можно определить, что такое норма матрицы. Аналог модуля для вещественного числа или модуля для комплексного числа. Давайте определим норму матрицы таким образом. Пусть у меня норма матрицы B — это и есть такая штука. Это и есть супремум по всем векторам единичной нормы Нормы BU. Ну, иными словами, мы делаем следующую вещь. Пусть у нас есть… Пусть у нас есть наша… Я рассматриваю исходное пространство, рисую здесь единичную сферу. Дальше. Моим отображением эта единичная сфера переходит куда-то. Вот в какой-нибудь такой вот эллипс, например. Соответственно, норма матрицы — это максимальное… Вот это расстояние. То, насколько максимально наша матрица растягивает вектора. Ну, например, у нулевого оператора какая норма? Ноль. Отлично. А у единичного оператора какая норма? Единичная матрица. Да, значит, у единичной матрицы никакие расстояния не меняет, ну, значит, сферу оставляет на месте, значит, норма единицы. Значит, и вот теперь можно думать про то, что если я говорю, что некоторая матрица маленькая, то это означает, что у нее маленькая норма. Давайте, значит, я сделаю вот что. Заметим, что для любых двух матриц B1, B2 норма произведения не превосходит произведения нового. Почему это так? Это похоже просто на частный случай Кашибу-Няковского. Если мы проверим, что наша норма удовлетворяет всем требованиям к каким-то метрикам, то поэтому это будет просто следствие. Я не уверен. еп Isской является binary, glaube Wee, которая решает как можно оценить сверху то, насколько сильно эта композиция растянет какой-то вектор. Ну, как максимум она его растянет так, что она его растягивает сначала во столько раз, во сколько как максимум растягивает вот эта матрица, а потом то, что получилось, она как максимум растянет во столько раз, во сколько растягивает эта матрица. Но, стало быть, максимальное растяжение здесь, это в точности, оно ограничено сверху, произведение максимальных растяжений здесь и здесь. Как, убедительно звучит? То есть это просто потому, что мы так задали норму. То есть мы задали это как ступку премум, поэтому у нас это будет работать. Да, значит, конкретно эта норма, она как раз очень хороша именно для вот этого неразначения. Для того, чтобы это неравенство выполнялось. Теперь давайте я скажу вот что. Давайте посмотрим на E в степени B. Давайте посмотрим на норму вот этой штуки. Да, значит, для всякой нормы норма суммы не превосходит суммы норм. Неравенство треугольника всегда выполняется. Значит, опять же, можно заметить, что здесь тоже выполняется, иначе поэтому нормы не было. Но это тоже какое-то упражнение, заметить, что это так. Тогда норма E в степени B не превосходит суммы по k от нуля до бесконечности. Значит, норма B в степени k разделить на k! С другой стороны, норма произведения не превосходит произведения норм. Значит, можно написать так. Вопрос. Что сейчас написано в правой части? Часть за штуку такая. Это обычное определение. Там число консты. Да, а что за число получилось? E в степени нормы B. E в степени нормы B, совершенно верно. То есть, иными словами, мы доказали, что вот этот самый наш ряд, который здесь написан, он мажорируется, каждый его член оценивается сверху как соответствующий член заведомо сходящегося ряда. Ну, значит, весь этот ряд сходится. Значит, я, прямо скажем, не утверждаю, что я это сейчас аккуратно доказал, потому что нужно было проговорить много всего. Нужно было проговорить, что такое сходимость, более четко, как она связана с нормами. Нужно было передоказать вот это утверждение про то, что если мы каждое слагаемое в ряду оцениваем, слагаемое сходящегося ряда, то, значит, этот ряд будет тоже сходиться. Это все нужно было бы сказать, ну, и там аккуратно сформулировать, аккуратно доказать. Не претендуя на то, что это полное доказательство, но это набросок доказательства. Действительно, экспоненты от любой матрицы существуют. Более того, если я теперь рассмотрю вот такую штуку и продифференцирую ее, то, опять же, я должен продифференцировать вот этот ряд. Этот ряд превращается в такой ряд. Значит, наш ряд хорошо сходится, его можно дифференцировать подчленным. Дальше я просто могу воспользоваться линейностью дифференцирования. Как вы помните, у нас в данном случае есть какая-то фиксированная матрица, ее можно просто выносить за знак дифференцирования, и останется производная от вот этой штуки. Значит, получается такая штука. К от 0 до бесконечности. Значит, давайте я сначала так скажу, что я должен вот так вот эту штуку продифференцировать. Значит, теперь я могу сказать, что я к в степени к вынес за знак дифференцирования. Дальше здесь я просто продифференцировал, у меня осталось к от f в степени к минус 1. Здесь нужно начинать теперь с единицы и разделить на к факториал. Ну и дальше с стандартным рассуждением видно, что это в точности... Давайте я одну из ашек снесу. Останется вот такая штука. И остается а на е в степени ат. Значит, в общем, короче говоря, экспоненты здесь удовлетворяют тому же самому свойству, которому обычно должно удовлетворять экспоненты. При дифференцировании просто выносится эта матрица сюда, и все. Экспоненты остаются экспонентами. Ну, выглядит немножко магией, но все работает, правда. Теперь возникает вопрос. Окей, но написать формулу-то я написал. А как эту экспоненту находить? Значит, как находить экспоненту матрицы? Ну, с одной стороны, вот есть явная формула. Теоретически можно воспользоваться этой явной формулой. Значит, вот явный ряд написан, чего подставляем и считаем. С другой стороны, бесконечный ряд суммировать, в общем, приятного мало. Особенно там какие-то матрицы написаны. Вот, давайте сделаем такую вещь. Значит, давайте. Для диагональных матриц, в общем-то, все понятно и не очень интересно. Для диагональных матриц мы такую систему уже умеем решать. Давайте рассмотрим случай с Жордановой клеткой. Жорданова клетка в подходящем базисе, она выглядит так. У нас здесь есть лямбдочки, здесь есть единички. Давайте я ее представлю в таком виде, где N – это нелепатентная матрица. Значит, нелепатентная, я напомню, это означает, что N в какой-то подходящей степени, на самом деле в степени, N равняется нулю, нулевой матрице. Значит, я хочу сейчас научиться находить экспонент от вот такой штуки. Давайте я эту штуку как-нибудь обозначу, пусть она называется G-lambda. Смотрите, значит, чего хочется, хочется написать такую вещь. E в степени G-lambda равняется E в степени лямбды E плюс N равняется E в степени лямбды E умножить на E в степени N. Можно ли так писать? Почему нет? Почему нет? Хороший вопрос. Значит, иными словами, правда ли, что всегда E в степени A плюс B равняется E в степени A умножить на E в степени B? Вообще-то какие-то проблемы с коммутативностью должны быть у матрицы. Но, с другой стороны, рямбда E совсем коммутирует, так что… Да, справедливый образ суждения. Значит, действительно, в общем случае это неверно. Ну, например, потому что вот эти штуки – это операторы, и вообще говоря, два оператора не коммутируют. А вот здесь написана сумма операторов, и сумма операторов коммутирует. Поэтому было бы странно ожидать, чтобы такое равенство работало. На самом деле, если вы внимательно посмотрите на то, как доказывается это утверждение для чисел, то вы увидите, что в доказательстве используется коммутативность. Значит, коммутативность умножения. Поэтому, несмотря на то, что экспоненты определяются точно так же, экспоненты для матрицы определяются точно так же, как экспоненты для чисел, не все свойства переносятся непосредственно. Но, если так оказалось, что матрица коммутирует, то вот это доказательство проходит буквально так же. Единственное, что этому доказательству нужно, это нужно, чтобы вот эти два объекта коммутировали по умножению. Поэтому, если матрица коммутирует, а наша матрица, именно скалярная матрица и какая угодно еще коммутирует, и скалярная матрица коммутирует с какой угодно, потому что умножить на скалярную матрицу – это все равно, что умножить на число, то это равенство оказывается верным. Поэтому давайте я напишу, что это верно, так как лямбда и е совсем коммутирует. Отлично. Теперь давайте посмотрим на эту штуку. Значит, что такое е в степени лямбда на тождественную матрицу? Что это такое? Значит, мне нужно посчитать экспоненту от вот такой матрицы. Здесь лямбдочки, лямбдочки, здесь 0, 0. Что это такое? Какие есть идеи? Нет. Хотелось бы, чтобы это была матрица из е в степени лямбды т. Да, совершенно верно. Она такое и будет, потому что если у вас есть диагональные матрицы, то когда вы их будете подставлять в определение экспонента, каждый из компонентов, которые стоят на диагонали, будет жить своей жизнью. Они никак друг с другом не взаимодействуют, потому что они соответствуют инвариантным подпростанствам, которые никак друг с другом не взаимодействуют. Поэтому у вас окажется новая матрица, в которой в каждом диагональном элементе будет записан просто обычный ряд для обычной числовой экспонента. И получится вот такая штука. На самом деле умножить на такую матрицу – это все равно, что умножить просто на число е в степени лямбды. Давайте разберемся с е в степени нелепатентной частью. Чем она так хороша? Вот у нас по определению это и есть сумма по k от 0 до бесконечности, нелепатентная матрица в степени k на k! Чем так хороша нелепатентная матрица для того, чтобы считать от нее экспонент? Она обнулиться в каком-то моменте. Да, вместо бесконечной суммы у нас возникнет конечная сумма. Конечную сумму посчитать уже дело нехитрое. Отсюда мораль. Если у вас есть жардановая клетка, вы можете явно найти ее экспоненту. Значит, е в степени j лямбда – это просто есть е в степени лямбда на вот эту конечную сумму. Теперь, пусть у нас есть совсем общий случай. Пусть есть какая-то матрица А. Давайте рассмотрим ее жардановую нормальную форму. Это означает, что она разбивается в блочно-диагональную структуру, где на каждой диагонали стоит своя жардановая клетка. Значит, каждая из… Ну, фактически, действия оператора А разбиваются в его отдельные действия на каждом инвариантном подпространстве. Каждый из этих клеток соответствует свое инвариантное подпространство. Там оператор живет своей жизнью. Никак они друг с другом не взаимодействуют. Ну, если вы просто запишите соответствующую систему, то вы увидите, что те переменные, которые относятся к вот этой клетке, они никак не участвуют в уравнениях на переменные, следующие за ними. Просто в силу вот этой блочно-диагональной структуры. Здесь все нули. Еще вопрос. Что значит инвариантное подпространство? Смотрите, у нас есть оператор А. Есть штука, которая называется его инвариантным подпространством. Это когда у вас есть некоторое… Значит, если у вас есть подпространство W, того пространства W, на котором действует оператор, то W называется инвариантным. Инвариантным, если для всякого вектора W из W, а W снова лежит в этом же самом подпространстве. То есть это означает, что оператор не выкидывает вектора за пределы этого подпространства. Спасибо. Вот. Ну, в частности, из этого следует. Значит, как бы это означает, что у вас есть такое как бы декартовое произведение. То есть вы можете считать, что у вас оператор разбивается в то, как он действует на одном инвариантном подпространстве, на другом инвариантном подпространстве, на третьем инвариантном подпространстве. И эти подпространства, они никак действуют операторами на этих подпространствах, они никак друг с другом не взаимодействуют. Поэтому, если я теперь буду искать экспоненты от этого, от этого оператора то я буду получать такую штуку это экспонент одной жардановой клетки будет экспонент от другой жардановой клетки и так далее вот это блочная диагональная структура сохранится ну вот собственно говоря все теперь мы умеем искать экспоненты от любых матриц которые можно привести жардановой нормальной форме то есть от любых матриц ну и стало быть мы умеем решать любое линейное уравнение но единственная проблема что для того чтобы привести матрицу жардановой нормальной форме нам вообще говоря все таки хорошо бы иметь значит мы должны думать про нашу систему как систему над на пространстве над c и это означает что у нас могут возникать комплектные собственные векторы и это очень не очень приятно но по крайней мере есть такой теоретический способ решить любое любой линейный уровень с практической точки зрения он конечно упирается в то что найти жардановой нормальную форму алгоритмически не всегда разрешимая задача как минимум вам нужно найти все собственные значения то что найти все собственные значения вам нужно решить какое-то какое-то уравнение вида полином равен нулю начиная с пятой степени это уже невозможно сделать в общем виде поэтому с одной стороны теоретически мы получили приятный результат с практической точки зрения он упирается в то что найти жардановой нормальную форму может быть невозможно на практике на самом деле используется скорее даже не вот это вот история жардановой клеткой а используется скорее просто вот такое определение потому что ну как бы на практике вас считает компьютер и компьютеру нет большой проблемы взять и посчитать вот такое разложение в такой ряд взять там первые 20 слагаемых они быстро убывают за счету этого факториала 20 слагаемых берете получаете уже очень хорошие очень хорошие приближения но там можно еще немножко поколдовать поменять норму матрицы бы поделить умножить очень короче говоря есть какие-то еще тонкости связаны с численными методами так что для численных методов в некотором смысле вот эта формула важнее чем все последующие рассуждения про то как находить эту штуку но а стереотически точки зрения вот этот результат важен он нам еще пригодится на следующей лекции когда мы будем обсуждать понятие устойчивости вот если какие-нибудь вопросы на эту тему так это не вопрос если если же данная нормальная форма не ищется то уравнение решается в смысле и не всегда же существует нормальная форма стоит всегда а если у вас если у вас матрица и если если вы думаете про матрицу именно как про матрицу линейного оператора над на векторном пространстве над полем комплексных чисел то же данную нормальную форму не существует всегда есть теорема нормальная форма то есть если ищем решение и нашли форму то все будет хорошо ну да то есть как бы эта теорема дает и чисто такой опять же тоже теоретический результат нормальная форма существует как искать это уже как бы не не работа этой теоремы вот как искать это уже отдельная история но я говорю что самое неприятное что во всей этой истории есть это то что нужно просто корни искать характеристического многочленника в явном виде не делается до степени выше 4 до степени 4 это уже от кромешника формула получается вот ну вот так вот так давайте еще кинуть вопросы хорошо так ну тогда наверное если вопросов нет зато у никита много эмоций значит давайте тогда когда перездача мид термо кажется перездача мид термо не предусмотрено перездача курса но вы сначала мид терм напишите там значит что входит что входит в мид по темам я напишу отдельным письмом но давайте я давайте вот как схожу значит если бы я открою просто страницу курсу давайте вот значит по темам все до 10 марта включительно да хорошо выложу окей так ну что если больше вопросов пожеланий и так далее нету тогда на сегодня все спасибо за внимание спасибо спасибо хорошего вечера там еще одна пара вам тоже хорошо вечера так